Это на обед? На сегодняшний уже? Ценовая категория, самый дешевый 50, самый дорогой, вот этот, здоровье, счастье и успехов, килограммовый, 550. Они прямо из Тулы пряники? Да, город Тула, Старонепитская, 108, фабрика Старая Кула. Ну вы их сюда везли прямо из Тулы? Ну да, мы сюда везли, потому что праздник, будут паломники со всей России, поэтому чисто русский город приехал на ваш праздник. Почему бы не приехать? Бананы с Африки везут, а мы свои родные. Ну, на мой взгляд, степень готовности очень высокая, то есть, ну я бы не сказал абсолютная, но очень высокая. Самое главное, что вся инфраструктура создана, поэтому это может быть не так видно на первый взгляд, особенно тем, кто будет в нем жить, паломникам, которые, кстати, уже заселяются, и я наблюдал, как они. Развозят от места парковки, значит, на шаттле привозят. То есть, в этом смысле инфраструктура здесь все есть, то есть, даже вот сейчас Wi-Fi включен, поэтому. Предусмотрены масса вещей, которые вот так, если подумаешь, может быть, самому бы даже в голову не пришло, вот видно, что занимается профессионал. То есть, место для зарядки телефонов предусмотрено, там, кроме обычных санитарных зон, там, воды и прочее. Более того, все это соответствует санитарным нормам. То есть, здесь же очень такое, мы приглашаем со всей страны людей, и задача вот этого ладия, мы же идем навстречу, то есть, здесь бесплатное проживание, бесплатное питание, которое тоже организовано. Огромное количество волонтеров, доброжелательных, молодых ребят, которые, ну, вот, своим фактом присутствуют, по-моему, сразу настроение создают, желающих помочь. Вот они здесь для того, чтобы помочь. Это очень важно, знаете, для настроя. Поэтому в картинке вот этой, вот я как только вижу волонтеров, причем именно вот они же для чего здесь, как раз самыми-самыми такими благородными целями, да. Поэтому в этом смысле все хорошо, я считаю. Единственное, что, конечно, вот с погодой, которая пока, на завтра, у нее в графике записан дождь, это может внести некоторые неудобства, да. Но наша задача, понимаете, здесь привлечь максимальное количество людей, создать для них условия, ну, не только для того, чтобы они выполнили то, ради чего приехали, а чтобы они приехали сюда еще раз. И, может быть, еще бы кому-нибудь рассказали, что вот какая гостеприимная Тверская земля, как, в общем, к ним отношения.